Всем привет! Я Гела. И тема сегодняшнего видео – основа для петчворка. Что я использую для основы и нужна ли она вообще? Недавно в ВКонтакте мне пришло такое гневное личное сообщение, что я всё делаю неправильно и почему я ввожу людей в заблуждение. То есть все техники я выполняю неправильно и шьётся всё это не так. И какое я имею право пудрить мозги людям. Так вот, девочки, я прошу прощения за пару минут болтовни. И хочу обратиться к тем, кто, может быть, впервые зашёл на мой канал и сказать в очередной раз. Девочки, это не профессиональное обучение. Я всего лишь навсего делюсь своим личным опытом, который, в общем-то, мой посыл направлен прежде всего тем, кто ни разу не пробовал шить лоскутки и хочет попробовать это дело. Я всегда предлагаю и всегда говорю, если вы ни разу не шили и хотите научиться, не нужно бежать тратить деньги на специальные материалы, специальные инструменты и прочее для шитья. Попробуйте сначала из того, что найдётся дома. Это можно сделать буквально, имея только лоскутки старой одежды или белья постельного, каких-то там ненужных тряпочек дома. Иголочка с ниткой и утюг. Вот всё, что вам нужно для начала попробовать. Всё это мы демонстрировали в ранних наших видео. Полностью можно шить и вручную. Если у вас есть швейная машинка, то прекрасно, ещё лучше. Попробуйте из того, что у вас есть дома, понравится вам это дело, освоите вы все основные приёмы, поймёте, как это всё делает, чьётся. Захотите, ну тогда, пожалуйста, вы пошли, купили себе специальные материалы, которые существенно облегчают жизнь и шитьё. И уже начали заниматься этим профессионально. Но если вам это не понравилось, там ещё что-то, деньги вы уже выбросили. Я чисто из этих соображений всегда повторяю, что это не для профессионалов, а для тех, кто хочет попробовать и научиться лоскутному шитью. Вот только и всего, девочки. И я всегда говорю, что это не профессионально. Но хочу отметить, что все вот эти техники, всё, что мы делаем, используется именно в профессиональном лоскутном шитье. И почему столько гнева, я вот не поняла. Ну, в общем, девочки, Бог с ним. В общем, вы уже поняли, да, для того, чтобы научиться пачку. Вот я совершенно не профессионал, но если вам хочется попробовать и сшить своими руками вот то, что вы видите сейчас на фотографиях, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Ну, вот такое небольшое отступление. Вы уж меня простите. Теперь приступим непосредственно к теме нашего видео. Это основа. Нужна она или не нужна? И если используем, то какую основу и как использовать? Ну, значит, изначально петчверк, если у вас надёжные какие-то ткани, которые не тянутся, которые удобно шьются, там только подолевой, например, да, или если у вас уже купленные специальные ткани для петчверка, сетчик, бязь есть дома там, то, в принципе, вы можете обойтись и без основы. Вот я взяла полоски ткани. Тут какие-то есть от джинсов и от портьер. И сшиваю вот эти полосочки совершенно без основы. Сейчас мы сделаем с вами элементарный, совершенно примитивный лоскутный блок, такой вот модуль из наших любимых полосочек. Я не стала вырезать там определенную ширину, там длину и так далее. А вот то, что у меня есть в мешочке, я взяла и вот сейчас соберу вам лоскутный блок. Совершенно без основы. Эти ткани позволяют мне это сделать. Непосредственно на технике шитья я не буду останавливаться. Все мастер-классы есть у меня на канале. Поэтому вы можете посмотреть или по плейлистам, или просто нажать вкладку видео, и все видео там мои высыпятся. И найдете все техники шитья. Ну вот в данном случае мы шьем из полосок. Далее, значит, вот сшили вот такой вот модуль лоскутный. Теперь его я разрезаю поперек. Ну это опять-таки я уже рассказываю даже одну из техник. И собираем вот такое лоскутное полотно. Когда наше лоскутное полотно готово, допустим, мы хотим сшить там целое уже огромное лоскутное одеяло. Вот когда у нас готово лоскутное полотно без основы, мы кладем его на синтепончик и на подклад. И вот такой тройной пирожок, сэндвич называют его лоскутницей, собираем, затем скалываем, там стягаем, делаем кромку и так далее. Вот у нас готово такое лоскутное полотно. Это первый способ шитья лоскутков без основы. Он, конечно, такой, ну это классический способ. И есть техники шитья в классическом петчверке, которые, в принципе, основу не предусматривают. Но для этого нужны специальные ткани. Но опять же, в сотый раз повторюсь, мы шьем из того, что найдется у нас дома. Вот таким вот образом мы скалываем, значит, и далее все эти техники, все это я рассказывала и показывала в ранних видео. Вот это вот первый способ шитья, лоскутного шитья без основы. Если вы шьете из легких каких-то тканей, в общем, здесь нужно учитывать вес конечного изделия. И вот когда вы шьете без основы, вы уже существенно облегчаете конечное изделие. Допустим, если вы собираете из джинсов, из каких-то кусочков от юбок, от штор и так далее, вот у вас какие-то тяжеленькие футболочные ткани, то там вы уже смотрите. Вот чем меньше у вас, как говорится, слоев и тканей там собранных, тем легче получится конечное изделие. Там лоскутное одеяло, например. Вот когда вы шьете лоскутное одеяло, там, конечно, нужно очень учитывать этот момент, потому что ткани набираются очень много. Если вы шьете подушечку, там какие-то сапожки для дома и так далее, здесь уже этот момент не столь существенный, потому что конечное изделие не такое габаритное. Так, второй способ. Вот я взяла лоскут, вот этот красный атлас у меня, да, но, в принципе, я уже просто набила руку. Для основы, для пыльчверка очень хорошо использовать текстильные, там, допустим, старую простынь вы взяли, да, или вот такие вот флизелин, это или как называется, не клеевой. Это вот упаковочные какие-то материалы, допустим, мы берем, да, вот туфельки продаются в таких мешочках. Это совершенно невесомый материал, и он прекрасно подходит для основы. Я взяла атлас, но для новичков советую все-таки брать что-то хлопковое и что-то не скользкое. Только вот из этих соображений. Гораздо легче жить по льняным хлопковым основам. Чаще всего это какие-то уже старенькие-старенькие простыни, они тоненькие, легенькие и, в принципе, подходят. Но если у вас есть вот эти упаковочные всякие материалы, то это вообще прекрасно. Они очень легкие, и шить по ним в качестве основы использовать очень легко. Вот. Ну и шьем вот такой вот лоскутный блок уже, типа техники Crazy, не Crazy, вот как у нас тут получится. Основу использовать очень удобно, вот как раз-таки для таких техник Crazy Квилт. Там, где у нас нет долевых, поперечных, мы шьем абы как, как у нас нужно по рисунку, там как у нас получится, да. Поэтому текстильная основа в этом случае очень удобна. Ну, девочки, здесь есть такой момент. Если вы чьете, например, лоскутные блоки в технике Crazy Квилт, да, ну, или даже другой какой-то любой техники, если вы планируете далее расшить этот лоскутный блок какими-то там украшательствами, тесьмой, там, паеточками, там, розочки вышить, еще что-то, если вы планируете украсить свой лоскутный блок, то основа вам, в принципе, необходима, как правило. Потому что вот можете попробовать сами, можете последовать моему опыту, поверить мне на слово. Не получается все-таки на конечном изделии сохранить аккуратную изнанку, если вы расшиваете. Особенно если вы планируете украсить свое изделие, там, вышивкой лентами, например, да. Но не получается. Я пробовала, конечно, уже готовые изделия, там, целое лоскутное одеяло, там, где сквозные проколы, вышивки лентами, ну, невозможно сохранить обратную сторону в нормальном, красивом состоянии. Если это просто там вышивка, допустим, ирисами, нитками, да, или там старой пряжей и так далее, ну, как-то еще можно там пооставлять кончики в синтепоне. Но, опять же, готовое изделие все-таки расшивать не советую. И не получается аккуратненько все это спрятать и сделать. И как-то некрасиво, когда обратная сторона у вас черти какая получается. Поэтому можете вот поверить мне на слово. Для этого нужна текстильная, самая там тоненькая, ненужная там текстильная основа. Собираете лоскутные блоки. Все их полностью, как вам надо, расшиваете красивенько, там, всякими розочками, цветочками. Все это я показывала. И далее уже собираете готовые блоки в единое полотно. И уже там кладете подклад и заканчиваете свое изделие. В случае, если вам не нужно никаких украшательств, то, по идее, можно оставить и вот такую спинку. Вы убираете ниточки, там сразу с ними разбираетесь, да, и вот такая спиночка у вас происходит. А если вам нужно далее собирать эти блоки в большое полотно, то, конечно же, имейте в виду, что эта основа, это не изнанка вашего изделия конечного, а это всего лишь основа для лоскутков. Ну, вот такой второй способ. Ну, вот здесь я пока болтала, показала обрезки. Не выбрасывайте их, как красиво избавиться от хлама. Есть такое видео, поэтому я эти обрезочки показала. Ну, вот, видите, я показываю расшитые лоскутные блоки, которые, вот, как бы мы ни старались, все равно, может быть, вышивальщицы лентами, профессиональные вышивальщицы скажут, да нет, можно все красиво там сзади оформить. Девочки, да, можно. Но если вы хотите большое какое-то изделие, там, типа, там, одеяло, то не получится готовое изделие сделать с красивой, там, оборотной стороной. Поэтому я вот только из этих соображений вам говорю, да, у вас все равно и ленточки, и ниточки, все это останется сзади. То есть, в данном случае, вот, если крейсик вилл, то ваша основа – это не изнанка конечного изделия. Я вот, видите, пробовала даже положить синтепон, и думала, буду прятать в синтепоне эти ниточки там, вот, и все равно не получается аккуратная сторона обратная. Поэтому вот этот момент имейте в виду. Вот. Конечно же, если это навыки, там, для подушек декоративных, если это, там, рукавицы какие-то, еще что-то, вы можете и сразу все это сделать. Но всегда хотелось бы, чтобы оборотная сторона, спиночка, так называемая, была аккуратненькая. Поэтому вот этот момент учитывайте. Основа – это не изнанка изделия, а всего лишь промежуточный вот этот вот вариант в сэндвиче конечном. Итак, значит, подведем. Можно собирать лоскутные блоки без основы, если вы уверены в ваших тканях, если они не тянутся, если они удобны. Второй способ – использовать текстильную основу. И если по каким-то причинам такой основы у вас нет, там, допустим, ткани лишнюю, да, идеальный способ – это шитье по бумаге. Я в своих мастер-классах неоднократно, мы с вами шили уже по бумаге, я все показывала, рассказывала, но тем не менее, повторю еще раз. Я вот обычно беру бумагу А4, делаю из нее квадрат. Меня устраивают и такие размеры. Это очень удобно для лоскутного блока. И шить по бумаге очень удобно. Вы можете собирать совершенно разные и крэзи, и не крэзи, и полосочки, и все что угодно на бумаге. Здесь уже используется, если вы, допустим, используете футболочки, они, трикотаж тянется в разные стороны, какой-то тонюсенький там шелк, там, я не знаю, ну, то, что вы найдете дома, там, какие у вас ткани, да, шить их сложновато совмещать там с теми, допустим, даже с теми же джинсами и так далее. Все равно в стрейчевые ткани могут возникнуть всякие проблемы. Бархат шить сложно. Бархат стрейч – это просто там определенное. Если у вас всего лишь, там, вы шьете даже вручную, или если у вас обычная бытовая швейная машинка, шить такие ткани очень проблематично. В этом случае идеально выручает бумага. Прямо по бумаге мы шьем наши лоскутные блоки. Далее эти лоскутные блоки мы собираем в большой модуль, какой нам нужный. Допустим, мы хотим сделать целое лоскутное одеяло, да. Мы собираем эти квадратики, раскладываем, как нам нужно. Собираем, сначала сшиваем длинные полосы по рисунку, как вам нужно, как вы разложили. И эти полосы сшиваем между собой. И вот только тогда мы снимаем бумагу. В комментариях все чаще и чаще стал появляться вопрос, как снимать бумагу. Поначалу я не обращала внимания, думаю, ну, наверное, не подумав, как-то написали уже, как ее снимать. Но просто пальчиками взяли и сняли. А потом до меня дошло. Видимо, у людей возникли проблемы с плотностью бумаги. Вот я использую плотную бумагу, вернее, обычную ксероксную бумагу. Она, конечно, плотненькая. И когда вы ее срываете, могут возникнуть проблемы, если у вас тонюсенькие ткани, там еще что-то. В таком случае, вот вы видите, да, смачиваете водичкой, буквально брызнули, бумага у вас намокла, и она отлично снимается. Допустим, если вы используете кальку или газету, она вообще в процессе житья может у вас слететь, понимаете? И особой пользы вам не сыграть. Поэтому бумажку, допустим, тетрадные листы, допустим, вы берете. Или вот я беру всегда ксероксную бумагу. И если возникают проблемы, если она не срезается вот от этой перфорации самостоятельно, да, если у вас много там всяких шовчиков, просто брызнули с пульверизатором, и все, все отлично, спокойненько отошло. Вы, конечно, посидите, если у вас большое полотно уже собрано, лоскутное, да, посидите там немножечко, но это все равно будет быстрее, удобнее, и в оконцовке аккуратнее, чем если бы вы шили без бумаги. Понимаете? Вот. Поэтому в данном случае бумага идеальна, просто идеально подходит для лоскутного шитья. Вот это вот одеяло, вот эти вот блоки мы с вами все шили в мастер-классах, я показывала, как раз-таки по бумаге. И в итоге вы собрали вот такое вот, в данном случае у меня небольшие одеялки, просто чтобы эти блоки не валялись. Я собираю их вот в такое конечное изделие, кладу на синтепон, на подклад, все это обшиваю кромкой, стягаю вручную. То есть здесь у нас, вот в данном случае мы шили на швейной машине по бумаге. А вот это вот, если вы помните, летние наши лоскутные блоки, которые мы вообще шили вручную и на текстильной основе собирали. И в итоге вот я собрала, так как здесь идет расшивка вся, мы все это сначала расшивали, потом собирали. А вот это вот совершенно недавнее видео, одно из последних, это как раз-таки те самые наши любимые полосочки. Вот мы шили их по бумаге, то есть можно шить не только крейси блоки, но и вот такие полосочки. Бумага в данном случае очень здорово выручает. Но если вам нужна расшивка, конечно же текстильную основу использовать лучше. И опять же, если вы шьете, вам не нужна никакая расшивка, и вы шьете из специальных тканей, купленных там, бязи, допустим, купленной для печерка, то можно вообще обойтись без текстильной основы. То есть, девочки, вот хочу вам сказать, все это приходит на опыте. Начните с самого первого, с одного лоскутка текстильной основы. Ссылку я дам. Это видео называется «Большие возможности маленьких лоскутков». Вот начните с малого, даже можно вручную, или на машинке, если есть, еще лучше. И вот уже оттуда пойдете дальше. Больше все эти видео есть у меня на канале. Вот все вот эти фотографии, это все мы шили вместе с вами. Это буквально последние видео. И подробно рассматривали все-все-все способы шитья. Вот это вот упаковочная как раз-таки-то ткань. Видите, мы сшили себе прекрасненько все расшили, и потом собираем лоскутную плату. Ну, вот такое видео у меня сегодня получилось, девочки. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Вот особенно по бумаге было. Последнее время много вопросов. Я надеюсь, это видео вам будет полезным. Большое вам огромное спасибо за ваши отзывы, за ваше участие в нашей группе. Там просто восхитительные работы вы свои выкладываете. Огромное вам за все-за все спасибо. Я желаю вам всего доброго, творческих успехов, красивых каких-то экспериментов, чтобы все у вас получилось. И пока-пока.